Рад, что мы продолжаем с вами встречаться на площадке YouTube, пока не забанили. Несмотря на происходящее, я уверен, что мы с вами джинсы любить не перестанем, носить мы их с вами не перестанем. Покупать, да, будем значительно реже, более осмотрительно, более вдумчиво, более избирательно. Сегодня возвращаюсь к обещанным обзорам. То, что вы у меня видите, тот самый староамериканский бородатый ровесник Левайса Ли Рэнглер. То есть старый-старый американский такой вот доколумбовый джинсовый бренд, который, можно сказать, родился, существовал, рос вместе с мировыми известными американскими брендами, которые вы сами знаете. Это уже не первое видео про бренд Saddle King. Как минимум три еще есть в архивах. Многие из вас, кто следил, уже такие джинсы брал, очень доволен остался. Джинсы действительно имеют, сами изделия с деним имеют свою изюминку. И их есть за что любить, уж поверьте. Главная фишка сегодняшнего видео в чем состоит. Первая фишка стоит в том, что сегодня джинсы Saddle King у меня, друзья, в необычном, непривычном для вас дениме, а именно это ломаная саржа Брокен Твилл. Привет любителям Рэнглер и Мэверик. Причем, сразу скажу, это, друзья, старые запасы, дедсток, так называемые, этим вещам по 40 лет, если не больше. Ну, может быть, ну не меньше 30, так точно. Итак, 400 модель Брокен Твилл. Как вы можете видеть уже на этикеточке, 100% катон тяжелый, 14,3,4 плотность. Made in USA санфоризированный. То, что вы уже сейчас поняли по моему видео, это правильный, настоящий Ridget Indigo Denim, то есть это настоящая классика. Да, ну мы такое с вами любим и, как правило, у меня другого не бывает. Вторая фишка состоит в том, и это, наверное, будет хорошей новостью для тех, кто любит джинсовые костюмы. Вот и есть такие эстетты, я очень хорошо знаю, которые любят к джинсам подбирать куртки. И чтобы была вот такая, знаете, 100% соглацованность, гармония, попадание в цвет, в тон, скажем, в характеристики Denim. И вот здесь как раз тот самый случай. Мы имеем с вами две, в общем-то, вещи, которые отдельно, так сказать, сплыли из недр, но они абсолютно идеально гармоничны по всем этим характеристикам. Так мало того, они еще и одного бренда. Представляете? K-Industries Saddle King. Вот сами можете видеть, да? Вот у нас Saddle King куртка из ломаной саржи. Broken Wheel, Ridged Indigo, тоже вещь из 70-х годов. И мы с вами видим, что джинсы практически идентичные. Ну, представляете, какое везение для такого вот гурмана, эстета, который именно долго-долго ждал, когда вот всплывет. Именно нечто такое, что просто его будет до свинячьего восторга приводить. Вот, друзья, не пропускайте, не проходите мимо. Но, если вы долго такое искали, сегодня прекрасный случай вот это все получить. Естественно, все это в одном экземпляре и другого размера не будет. Да, сразу хочу сказать, что это 36-й объем, это 50-52-й русский. Ростовка, значит, здесь идет и куртки, и джинсов до 177-178. Но, опять же, повторюсь, по объему это у нас 36-й американский, 50-52-й русский. Так что, если у вас именно такие параметры, то особенно обращайте внимание на сегодняшний обзор и внимательно слушайте. Ну, давайте теперь по порядку. Ну, про историю Saddle King я ничего говорить не буду. Он берет, в общем-то, истоки с 1903 года. Как раз это, друзья, начало прошлого века, 20-го. Как раз вот самое время, когда все там появилось, и стало появляться и Wrangler, и Lee, и все там, и Levi's там как раз зашевелился. Ну, я же вам сказал, это все ровесники практически, плюс-минус. Ну, Saddle King, джинсы Saddle King вам, безусловно, хорошо известны за некоторую такую вот аскетичность. Причем я не могу сказать, что это смотрится простовато. Здесь действительно нет ничего лишнего, но из-за того, что очень гармонично скроены карманы, кокетка, шлевки, все это смотрится достаточно красиво, несмотря на то, что здесь вот как будто бы нет клепок. Тем не менее, все это весьма-весьма очень-очень радует глаз. Ну, вы уже привыкли к таким вот вещам, что Saddle King здесь флажок сшит в шов. Здесь мы видим вот эти все вот лосо красивые, очень красивый крой карманов, причем старый такой винтажный. Карманы не такие на половину задницы, а именно такие очень аккуратненькие, маленькие, скроенные, красивые, симметрично, очень красивое лосо контрастное. Ну, сами вы можете видеть. Ну, про характеристики вы, наверное, сами тут сможете все прочитать. И про катон и про размер, здесь все это прекрасно тут об этом сказано. Тяжелый, такой, знаете, добротный, такой старорежимный, правильный Indigo Denim, Broken Peel, так называемый. Ну, с тыльной стороны вы сами все видите. Ну, не знаю, мне нравится. Давайте посмотрим с фронтальной стороны, что тут у нас есть. Здесь внимание заслуживает, наверное, красивая брендированная пуговица Saddle King и замок Taloon 42. Да, винтажники, музейщики, такие вот антиквары, они, конечно, оценят Taloon 42. Прекрасно знать, что только на старые вещи такой ставили. Давайте посмотрим конструктив этих штанов. Здесь у нас вот такой старый-старый, добротный, фабричный замок, цепной стежок, восьмерка, как вы любите там называть его. Обратите внимание, кокетка сделана цепным стежком, нитками разного цвета. Это оранжевый и черный. Такой, знаете, толстенный закрытый шов, соединительный, кокеточный. Очень аккуратно все сделано, по-другому и быть не может. Добротный такой жаккард идет у нас тут на мешковине кармана. Ну, в общем, сами вы все можете видеть. Кеотек с информацией. Ну, давайте перейдем как раз, если говорить о конструкции, такая вот старая фишка, которая отличает эти джинсы от других, то, что у них внутренний соединительный и внешний соединительный шов штанины сделан также закрытым, таким толстым закрытым швом в замок, как его правильно называют. Вот обратите внимание, никаких оверлоков тут нет. Здесь у нас, вы можете видеть цепной стежок нитями двух цветов. Вот многие как раз любят это не только за то, что это дает прочную конструкцию, долговечную, но и когда джинсы начинают стареть, запиливаться, фейдиться, здесь мы получаем очень красивый, объемный такой трехмерный переливающийся шов. Очень красиво смотрится, когда джинсы начинают затираться, стареть. И вот на этих джинсах он изнутри и снаружи штанины. Многие эту фишку очень любят, и я, конечно, тоже. Особенность Saddle King. Ну, что говорить теперь вот про ткань, могу сказать так. Первое, что мне приходит в голову, это тяжелый деним. Действительно, 14 и 3 четвертых унций на ярд. Это вот как раз тот старый, добротный, старый режимный деним, американский, обращаю ваше внимание, американский хлопок, американский деним. Бройкинтвилл, который многие из вас любят, за который многие из вас любят старые винтажные джинсы Ренгер и Мэври. Как раз толстый. Обратите внимание, что это у нас, друзья, идет Риджит Индиго. То есть, никаких способов испортить эту ткань здесь не применялось. То есть, ни пропалащение, ни варка, ни механические способы здесь. Видите, как он красиво переливается. Индиго очень-очень красивый тон, цвет. Конечно, камера привирает. Вот он на моем виде несколько светлее выглядит. Он, конечно, гораздо красивее выглядит в руках, когда его смотришь. Но вы можете видеть, что ткань здесь девственная. Она абсолютно не испорчена всякой гадостью. И никакие поганые ручонки не коснулись вот этой вот красоты. Поэтому, конечно, вы как винтажники, джинсоманы, это оцените. Прекрасный, тяжелый, толстенный, очень красивый Индиго. Выкрас, очень красивый тон. Ну, в общем-то, другого и быть не может по определению для таких вот старых винтажных вещей. Ну, теперь, наверное, все-таки стоит заметить, что джинсы эти прошли фабричную усадку. То есть, ткань в длину, в ширину она усадку не даст. Поэтому могу вас заверить, что джинсы санфоризованы, и усадки не будет, как вот тех же сырых 501. Ну, вот что касается, друзья, кроя этих штанов. Но, чтобы вас долго не заморачивать, не ползать тут раком с линейкой, я вам скажу так. Это очень-очень похоже на 13MWZ от Wrangler, ну, или близко к 501, не побоюсь этого слова. Действительно, кроя очень похожий. Это у нас здесь и средневысокая посадка, как у 13-х. Это у нас и бедра Regular, то есть, они не слишком широкие, и не слимовые, узкие. И клин к низу 20-21 см. Вот что касается конкретных замеров, вы сможете их увидеть в карточке товара, в каталоге винтажной лавки. Если зайдете по ссылке, которую я привожу к этому видео, все там есть, все замеры, все размеры, все там смотрите. Причем там вы также увидите, как я все это мерил. Сравнивайте с своими замерами. Здесь я этим заниматься не буду. Я вам уже сказал, что это 36-й объем и ростовка до роста 177-178. Ну, в общем, короче говоря, по крою, думаю, все понятно. Это 13MWZ, 501-е, Regular бедра, клин к низу. И вот как бы в двух словах это выглядит таким образом. Ну, во всем остальном, сами можете видеть, это, друзья, старые, классическая, винтажная вещь. У нее есть своя фишка. Несмотря на то, что вот этот бренд, Saddle King, он мало известен у нас в стране, американцы его прекрасно знают, они его любят, он у них очень ценится. Вот. Ну, это, по-свою роду, тоже такая национальная гордость, которой все-таки не довелось стать всемирно известным брендом. Именно поэтому цена у нас в России, пока еще вот на этот старый оставшийся Deadstock, антиквариат, она не такая высокая, как на тот же самый Levi's или Ranger. Ну, именно в силу того, что у нас люди тупо просто не знают. Хотя цена на американском рынке, она практически такая же, как у мировых джинсовых брендов. У Saddle King, друзья, вот эта фишка у нас в России, она именно такова, что цена на нее все-таки как минимум на 50% дешевле вот на рынке джинсового антиквариата, чем от всемирно известных брендов. Так что вы мотаете себе на ус, это весьма доступно по сравнению с другими. Естественно, если мы будем с вами сравнивать ментовые состояния в этикетках, в идеальном сохране, это возрастные характеристики вещи, то есть им по 40 лет, это винтаж 70-х годов, друзья, то вы быстро придете к выводу, что это очень выгодная покупка. Причем могу заметить так, что некоторые, вот я знаю, что винтажники, даже такие необычные американские бренды, менее известные, любят даже больше, чем мировые известные бренды, типа Rengler. Давайте теперь посмотрим, что у нас за куртка. Как я вам уже сказал, куртка в этом видео присутствует не просто так, потому, как вы даже можете сами видеть, она практически, практически является продолжением и развитием джинсов от Saddle King. Ну, редкий практически из ряда вон случай, все равно где-то нам приходится видеть различия по тону, по оттенку индига. Здесь же мы видим практически полное попадание. Это вот как раз, еще раз повторюсь, к большой радости тех эстетов, которые любят прям вот попадать, вот прям точь-в-точь, и в цвет, и в тон, да и тут еще и бренд, и размер. Вот представляете, какая вот фишка? Ну, именно поэтому я вот так вот эмоционально про них рассказываю, потому как явление из ряда вон редкое. Не пропустите, не пропустите, если вам такое нравится. Ну, давайте перейдем к куртке. Ну, дизайн, который вот нам бросается в глаза, ну, весьма похож на Type 3 от Levi's. Эти накладные карманы, клапаны, ну, весьма-весьма похожи. Очень красиво вшит черный тап с золотистым. Обращаю еще раз ваше внимание. Смотрите, здесь практически мы с вами видим костюм. Брендовые пуговицы на клипсах и на джинсах, они тоже, естественно, одного бренда. Смотрите, как это круто смотрится. Действительно, вот такая гармония, она, ну, она мне тоже нравится. Ну, давайте смотреть дальше. Ну, нагрудный накладной карман с клапаном не такой, что он большой. Мелочевку ключи, пачка сигарет. Не знаю, много сюда не влезет. Смартфон вряд ли. Здесь, как вы можете видеть, используются вместо болтов клипсы. Вот таким образом это все застегивается, расстегивается. Ну, вот такая политика. Ничего не могу я сказать. Хуже, лучше болтов. Но в данном случае это так. Прикол состоит в том, что здесь вот эти вот врезные боковые карманы, они очень глубокие. И реально сюда много чего влезет, и смартфон любой величины. Обращаю ваше внимание вот на такую фишку. Обычно здесь бывает мешковина, как у джинсов, более дешевая ткань. Здесь же не тот случай. Здесь используется такой же полноценный брокен твилл, деним. Сами можете видеть. То есть здесь у нас все это будет служить верой и правдой. Очень будет приятно на руке, когда вы будете держать в кармане. Ну, вот это вот тут встретишь довольно редко. Сами вы можете видеть, изнутри какой величины карман. Очень большой. Так. Покажу вам также, как выглядит рукав. Здесь у нас идет регулировка из двух вот этих самых клипс. Регулировка объема запястья. Ну, что касается теперь самого воротничка, он имеет у нас острые уголки. Как на хорошо знакомых вам старых куртках Rangler и Maverick. Такой вот называется Выколи глаз его еще называют. Так вот с точкой можно его поставить. Ну, очень красивый. Такой, вы знаете, старый, винтажный. Да, давайте покажу вам поближе очень красивые жаккардовые нашивки. Этикетки Saddle King Industries. Вся характеристика здесь. Ну, чтобы не морочить вам долго голову, скажу, что это опять же 50-52 размер для ростовки до 177-178. Практически как джинсы. Очень красивый флешер идет, друзья. Вот видите, он в ментовом состоянии. Старый флешер еще тут остался. Красный Saddle King. Думаю, хорошо вам и так видно, чтобы без моих комментариев. Ну, давайте посмотрим на эту курточку еще изнутри. Здесь тоже, ну, много хорошо вам знакомых вот этих элементов. Продольные, кокеточные швы. Это все то, что обычно присутствует на таких вот классических куртах, которые тяготеют к Type 3. Здесь у нас идет ремни затяжки пояса. Тоже с двойной регулировкой. Здесь тоже на клипсах. Брендовые пуговички. Брендовые клипсы идут. Значит так, друзья. Крой у этой куртки такой же, как у старых. Ренгер. То есть он идет, куртка идет такая вот укороченная к поясу. То есть это не длинная куртка. Да, она скорее такая вот немножко. Не могу сказать, что она короткая. Скорее всего это регулар. То есть она не короткая, не длинная. Она вот так вот в пояс идет. Да. Дело в том, что вот такие же куртки мы можем встретить у раритетных Ренгер 124 NJ 126 куртка. Ну здесь практически как бы все очень похоже. Здесь такой вот идет тоже клинк низу. Крой у этой куртки достаточно свободный. То есть эта куртка не узкая. Если кто-то боится, что не сможет впихнуть под нее свое брюшко, то я думаю, вы напрасно расстраиваетесь. Даже замеры показывают, что куртка к низу она и вообще вот в поясе эта куртка не притальная, друзья. Поэтому вы можете не волноваться, что ваше брюшко сюда не поместится. Здесь как раз все будет достаточно комфортно. Вот. Ну, я бы отдельно отметил, что редко бывает и вот редко, очень редко сейчас можно найти куртку, которая сделана из Риджит Индиго Денима. То есть обычно нам все равно сейчас попадается с какой-то там обработкой, с механической, там какие-то прополоченные, пиви всякие и тому прочее, да. Я уж не говорю про вареные куртки. Нет, друзья. Здесь идет такой вот, знаете, доколумбовый, старый, красивый, брокен твилл, тяжелый, индиго, Риджит. Вот, да. Вот такие вот характеристики. Ну, вы сами можете видеть ткань, как выглядит. То есть она абсолютно такая вот однотонная, такая же, как и джинсы. И вот я опять еще раз вам какой уже раз покажу. Обратите внимание, какое у нас идет попадание в цвет, попадание в тон. Это единый практически ансамбль, единый костюм. Так что, ну, как раз для любителей вот такой гармонии, это то, что, как говорится, Бог велел. Так что имейте в виду, что при полном совпадении размера, бренда, такое, ну, я не знаю, где еще можно встретиться. Вот мне, например, первый раз такое попалось. Ну, что касается вот всех замеров этой куртки, да, вот, более точных, рукава, плеч, подмышек, это опять же будет в карточке товара. По той ссылке, которую я всегда привожу к описании к этому видео, в комментариях. Поэтому, если хотите познакомиться, вот прям по ссылкам переходите, там фотографии сможете сравнить со своими замерами, как у меня на фото, и понять, подходит вам это или нет. Ну, опять же, еще раз повторю, повторюсь, если вы любитель старых, музейных, раритетных вещей, такой вот старый, добротный, джинсы, антикварный, если вы такой вот цените, если вам такой по душе, и подходит размер, вы, пожалуйста, обращайте на это внимание самым серьезным образом, и имейте в виду, долго это, наверное, лежать не будет. Потому, как повторюсь, цена на сходные от брендов Levi's, Lee или Ranger стоит, как минимум, на 50% дороже. Имейте это в виду. Очень хорошая возможность приобрести себе вот эти прекрасные вещи. Причем, это будет прекрасным вложением. Как вы знаете, такие джинсы носится очень-очень долго, а куртка практически не имеет законченного жизненного цикла. Ну, просто на всю жизнь, не побоюсь этого слова. Это еще, как говорится, вашим детям останется. Так что, это очень-очень хорошее вложение денег. Я уж не говорю, что все эти вещи с очень-очень хорошей родословной, так вот метафорически скажусь, это очень хороший староамериканский бренд, который практически уже не осталось, наверное, сейчас вот в таком новом ментовом состоянии, да еще с этикетками. И это, друзья, отличный подарок самому себе или какому-то близкому другу, человеку, потому как, ну, не знаю, это просто настоящий сувенир, весь в этикетках, в ментовом, в таком вот, как бы, в ментовой кондиции. Так что, ну, как минимум, это приятно. Что тут скажешь? Вещь, которой более 40 лет, можно сказать, уникальна и, ну, практически-практически вы ни у кого больше такого не увидите. Я, наверное, я, наверное, излишне тут эмоционально растекаюсь в эпитетах, хотя абсолютно уверен, что многие из вас и без всех моих вот этих вот причитаний сами прекрасно эти вещи оценят. Ну, те, кому понравилось, те, кто в размере просылки, я вам сказал, они в описании, смотрите. Другие вещи, которые пришли вот в этом последнем, вот в этой последней поставке из Соединенных Штатов, я их буду выкладывать на протяжении, наверное, двух-трех недель, они будут появляться на моих видео, что-то, что-то будет появляться в каталоге, так что следите, подписывайтесь на интернет-магазин, подписывайтесь в мои социальные сети, там вот именно из этой поставки вот эти старые вещи тоже будут потихонечку появляться, я их буду выкладывать, на самые интересные буду снимать видео, так что вы не теряйтесь, не забывайте подписываться и следите за ссылками, которые я размещаю. Ну, а вам могу с вами хочу попрощаться, до новых встреч, будет еще много интересного.